Слово предоставляется члену-корреспонденту Академии Медицинских Наук, Гене Научи Минидову, с интересным очень докладом, космическим, я бы сказал, генетическим исследованием больных рака мочевого пузыря, во всяком случае для урологов. Добрый день. Ну, что характерно, вообще, это, конечно, знают абсолютно все, что рак мочевого пузыря связан с воздействием к церогенам, в частности у курильщиков, риск рака мочевого пузыря существенно выше. И более того, если посчитать общее количество мутаций в разных опухолях, то окажется, что мы ожидаем, что опухоли от курильщиков, рак легкого, имеет много мутаций, меланома, так как это тоже опухоль индуцированная ультрафиолетом, имеет много мутаций, а вот третье место занимает рак пучевого пузыря. И здесь явный контраст, потому что, если возьмете опухоли, которые не связаны с канцерогенной нагрузкой, рак яичника, рак молочной железы, там значительно меньше мутаций на порядок. И это не просто кабинетная наука. Дело в том, что когда в опухоли много мутаций, у нее много антигенов под мутациями, я имею в виду замены нуклеотидов, аминокислот, и то, что сейчас появляется, иммунотерапия, она имеет перспективы именно для тех опухолей, где большая мутационная нагрузка. Ну, более того, мне представляется, что рак мочевого пузыря является единственным примером опухоли, где все-таки какая-то разновидность терапии, иммунотерапии, я имею в виду БЦЖ, все-таки использовалась. Я других, честно говоря, примеров не знаю, где подобные методы воспринимались бы как официальное средство лечения, а не как какую-то пару медицину. Но вот что самое интересное, что если мы говорим, что и рак легкого, и рак мочевого пузыря вызванный курением, имеет большое количество мутаций, а вот механизмы возникновения мутаций разные, не пугайтесь, я сам боюсь этого слайда, потому что вот этот термин, опобег, новый механизм возникновения мутации, он появился относительно недавно, и даже мне, будучи инсайдером, довольно сложно в этом разобраться. Дело в том, что если мы говорим про рак легкого, то там напрямую канцерогены табачного дыма влияют на нуклеиновые кислоты и вызывают их замены. А вот здесь опосветованный путь. Само название, оно явно неудачное, потому что многие, посмотрите, здесь ассоциируются с апплипопротеином, семейство этих генов никакого отношения к апплипопротеинам, к холестерину, атеросклерозу не имеют. Это, к сожалению, оперативное название, которое делает интуитивное понимание проблемы еще более сложной. Оказывается, в клетке существуют ферменты, которые защищают клетку от вирусов. Как они ее защищают? У нас в норме-то ДНК двуцепочечная, правда? А у вируса ДНК одноцепочечная. Оказывается, клетка создала целую систему ферментов, которые специально распознают одноцепочечную ДНК, то есть вирусы. И в этих вирусах индуцируется большое количество мутаций. Нормальное основание, которое называется тимин, превращается в урацил и делают эту молекулу, ну разрушают, по сути, делают эту молекулу ДНК дефектной. Что происходит в опухолях? Это отдельная категория опухолей, и рак мочевого пузыря относится к этой категории. Активируются вот эти ферменты, это деаминаза, это ферменты, которые цитозин превращает в урацил. Неправильное основание. И таким образом, за счет непонятно по каким причинам активации этих ферментов, именно опухоли у мочевого пузыря накапливают большое количество весьма специфических мутаций, становятся антигенными и так далее и тому подобное. К чему приводят эти мутации? Они приводят к активации анкогенов, инактивации антианкогенов. И здесь есть два модуля. Мне кажется, что все-таки онкологам вот этот модуль более или менее знаком. Тут к этому привыкли. Вот у нас рецептор. В норме этот рецептор активируется каким-то фактором роста. Если мы говорим про опухоль, то этот рецептор в результате мутации активирован сам по себе. И запускают две группы сигналов. С одной стороны, это деление клетки, а с другой стороны, это патологическая устойчивость клетки плохим условиям. Что это означает? Жизнеспособность. Нормальные клетки гибнут, когда мало глюкозы, потому что нет доступа питательных веществ. А опухолевые клетки, несмотря на трудности в воскулиризации и так далее, вместо того, чтобы гибнуть, запускать программу суицида, сохраняют свою жизнеспособность. Ну и, соответственно, здесь есть и мутации. Вот у нас мутация рецепторов. Там несколько может быть рецепторов. Они похожи между собой на рецепторные тирозинкиназы. Ну, для рака мочевого пузыря, например, уже говорилось сегодня, характерна мутация в рецепторе FGFR3. Это немножко новое название, но если взять другую онкологию, извините, падаю случайно руками по микрофону, бывают и другие мутации. Здесь есть определенные отличия. Допустим, рак мочевого пузыря – единственная группа опухолей, где бывают мутации в генах Харви-РАС, Х-РАС. Потому что в других опухолях это Харви-РАС, Н-РАС, ну, а тут другая буква. Так природа условила. Никаких особых практических выводов из этого нет. И вот, посмотрите, вот это информативная на самом-то деле схема. Потому что, по сути дела, это вот тот же каскад, те же гены перечислены. И здесь показан, во-первых, процент мутаций. Это либо точковые мутации, а если вот такая буква стоит CNA, это назначается Copy Number Alterations. Это либо больше копий гена, либо меньше копий гена. И здесь принципиально показаны мишени. Но что интересно, посмотрите, на самом-то деле есть какие-то привычные события, например, активация гена РББ-2. Там и препарат есть герцептин, тростозумаб. Но это очень редкая категория новообразования. Более того, там часто бывают не амплификации, а точковые мутации. Тут герцептин бесполезен, но есть какие-то надежды, что еще есть препарат афотиниб, что он в каких-то ситуациях будет действовать. Опять же, это все больше такая кабинетная наука, нежели реальная практика. По каким-то причинам нет разработки отгибиторов к самой главной мишени, которая специфична для рактомочевого пузыря и в GFR3. Наверное, это связано с тем, что как раз органоспецифичная патология, получается, фирмы не хотят этим заниматься. Но так или иначе, в общем, здесь какие-то вещи прикладные, несомненно, есть. Если какие-то препараты есть, которые более или менее уже доступны, я потом покажу нестандартные примеры. А вот этот сигнальный модуль, он менее знакомый, он интуитивно менее понятен. Ну вот согласитесь, я не знаю, как вы, а когда мне говорят, клеточный цикл или деление, и деление клетки, я воспринимаю это как синонимы. Мне не кажется, что тут что-то, это разные понятия. А на самом-то деле это ошибка. Потому что деление у клетки занимает очень незначительную часть ее жизненного пути. Причем даже это деление состоит, в общем-то, из разных процессов. Что под микроскопом морфологи видят, когда клетки делятся? Когда из одной клетки две клетки образуются. Это очень короткий период, он называется цитокинез, когда из одной клетки действительно происходят две. А вот метоз, что тоже воспринимается как синоним деления, правда много метозов, это не деление, это удвоение хромосомного аппарата, более долгая фаза. А большую часть клетки не делятся, а функционируют. И вот эти фазы, это равноправные фазы клеточного цикла. И на самом-то деле в регуляцию клеточного цикла, как и следовало ожидать, вовлечено довольно большое количество молекул, белков. И очень многие из этих генов, белков, они действительно повреждаются при раке мочевого пузыря и тоже могут являться потенциальными мишенями. Вот посмотрите, вот эту схему, вот эту сверху, вы уже видели, это я просто скопировал ее. Вот здесь, ниже, расположена пролиферация, деление клетки. Вот и получается, эта схема находится где-то здесь. То есть это те события, которые происходят до ядра, а вот здесь уже события в ядре, которые непосредственно влияют на удвоение клетки. Здесь ключевую роль играют две группы ферментов. Это киназы, ферменты, которые активируют процессы клеточного деления. А также супрессоры клеточного деления. Хорошо известные гены, это P5A3, наверняка онкологи слышали все. Ретинобластомный ген, это менее известное название. Кретинобластомию он имеет только косвенное значение. Его открыли при ретинобластоме. А на самом-то деле это универсальный ген, который присутствует во всех клетках. Он сдерживает клеточное деление. Соответственно, что бывает в опухолевых клетках? В опухолевых клетках часто бывает, я имею гомочевой пузырь, инактивация гена RB1, инактивация гена P53. Какой результат этого? Результат того, что клетка начинает делиться, потому что сдерживающие вот эти факторы исчезают. Ну, что опять же здесь появились ингибиторы, потому что, допустим, так называемые циклинзависимые киназы, которые активируют клеточное деление. Вот, например, к ним появились терапевтические ингибиторы. И по идее, в общем-то, в каких-то отдельных случаях рака мочевого пузыря, когда доказана активация циклинзависимых киназ, подобные препараты должны оказывать положительный эффект. Еще один пример, но вот это как раз кабинетная наука, но невозможно об этом не сказать, потому что об этом много пишут. Когда молекулярные биологи пытаются доказать очевидную вещь, что разные опухоли гетерогенные по своей биологии, популярное направление исследования, так называемые экспрессионные профили, когда все молекулы РНК, все гены, активность всех генов регистрируются в одной и той же опухоли, у нас примерно 20 тысяч генов. И, соответственно, выясняется, что если попытаться поработать с этим массивом информации, то опухоли у мочевого пузыря делятся на группы. Что тут существенно? У нас есть стенка мочевого пузыря, у нас есть более или менее, как бы это сказать, верхний слой стенки, это люминальные клетки. И у нас есть те клетки, которые расположены в основе, так называемые базальные клетки. Что здесь удивительно, что здесь полная аналогия с раком молочной железы. Казалось бы, какие разные органы, а принцип образования опухоли одинаковый. Есть опухоли люминальные, то есть они напоминают по своему фенотипу те клетки, которые, собственно, и формируют выстилку. Это опухоли относительно благополучные. Есть агрессивная разновидность опухолей, это базальные опухоли, которые образуются из клеток, создающие основу выстилки, они считаются намного более текут агрессивно. Ну, самое главное, честно говоря, если брать результат, если брать мочевой пузырь, рак мочевого пузыря, то здесь молекулярная биология дала намного меньше по сравнению с большинством других опухолей. Здесь нет прямой связи между тем, что делают специалисты по молекулярной биологии и тем, чем могут воспользоваться клиницисты. Есть отдельные примеры. Ну, в частности, есть тест, который направлен на раннюю диагностику рака мочевого пузыря. Идея вот такая, что я говорил, что у нас бывают амплификации увеличения копийности отдельных локусов и делекции уменьшения копийности отдельных локусов. Это, в общем-то, достаточно стандартный анализ, флюоресцентная гибридизация ин-ситу может выявить. По сути дела, это уточненная цитологическая диагностика, когда не просто цитолог оценивает, есть опухолевые клетки или нет, а по молекулярным маркерам дополнительные характеристики, они действительно опухолевые или они неопухолевые. Этот тест в США зарегистрирован, как сказать, в сложных случаях, когда, в общем-то, другие методы диагностики, стандартные методы диагностики оказываются неэффективными. Самое интересное, что есть, это выбор терапии. Но посмотрите, вот этот каскад жизнеспособности, вот это киназа МТОР, я уже говорил, это то, что поддерживает жизнеспособность опухолевых клеток в плохих условиях. Сама киназа МТОР регулируется генами, которые называются гены комплекса туберозного склероза. Туберозный склероз – это наследственное заболевание, к данной теме не имеет отношения, просто история возникновения названия. Если возникает мутация в этом гене, то у нас опухоль возникает за счет активации киназа МТОР. Соответственно, в тех раках мочевого пузыря, где есть подобная мутация, активирована киназа МТОР, а для нее есть ингибитор – эверолимус. И вот посмотрите, на самом-то деле это, конечно, очень впечатляет. В данном случае у больных с раком мочевого пузыря проводилось полногеномное секвенирование, и обнаружилось, что 9% пациентов имеют мутацию здесь и как следствие активации МТОР. Именно у этих пациентов, но это 9% пациентов, эффективен препарат эверолимус. Он есть в онкологии, он дорогой, но он доступен. Тест этот достаточно сложный, просеквенированность полностью ген туберозного склероза-1 – это длительная, дорогостоящая процедура, в качестве материала надо использовать саму опухоль, опухолевые клетки. Но так или иначе, в общем-то, это возможно, и это как раз пример, когда вот такая персонализированная медицина на основе знания о мутациях может сказать, да, это событие бывает редко, но вот у этого пациента практически гарантирован эффект от препарата. Другой пример, более понятный. Для лечения рака мочевого пузыря применяется цисплатин. Цисплатин – это ДНК, повреждающий агент. В каких опухолях цисплатин будет более эффективен? В тех опухолях, которые не могут справляться с химическими повреждениями ДНК. Устранение химических повреждений ДНК осуществляют ферменты репарации ДНК. Примерно в 20% опухолях наблюдается мутация, активирующая в гене репарации ДНК, RCC2. Посмотрите, вот у нас опухоли, которые ответили на лечение, а вот у нас опухоли, которые не ответили на лечение от зисплатином. Если нет мутации в гене ртсс2, гарантированно не будет ответа на лечение. А вот если есть эта мутация, извините, я неправильно выразился, если есть мутация в гене ртсс2, гарантированно будет ответ на лечение. Все больные, у которых мутация, они все ответили на терапию. А вот в случае, когда нет мутации, там как раз сложно сказать, будет ответ или нет. Потому что у нас есть довольно большое количество пациентов, у которых мутации в других похожих генах, и они отвечают на терапию цисплатином. И соответственно у нас все пациенты, которые не ответили на терапию, у них мутации в данном гене нет. Но опять же это трудоемкий тест, то есть взять и сделать полное сиквенирование гена RCC2, это требуется для этого 2-3 недели, это расходы большие, но это можно. И так или иначе это абсолютный позитивный предиктор ответа. Нашли мутацию цисплатина, будет ответ. Ну сами понимаете, зачастую проще назначить препараты, посмотреть что получится, чем делать тест, и тут как раз наверное такой пример. Ну и наконец заключительный слайд. Те препараты, которые малодоступны, это модуляторы иммунного ответа, они дорогие, они только испытываются. На самом-то деле рак мочевого пузыря перспективное заболевание для испытаний подобных препаратов. И здесь клинические испытания нового препарата, он называется отезолизумаб, ингибитор супрессора иммунитета, активирует противоопухолевый иммунитет. На самом-то деле для назначения этого препарата используется очень сложный гистохимический тест, но при этом закономерность абсолютно очевидная. Чем больше опухоль имеет мутаций, неважно каких, тем более вероятен ответ на препарат, потому что такая опухоль более иммуногенна. Спасибо за внимание. Допрос, пожалуйста. Пожалуйста. Евгений Наумович, спасибо большое за, как всегда, очень интересный содержательный доклад по молекулярным путям канцерогенеза. Но вы знаете, если вот возвратиться, скажем, в область более практической такой-нибудь генетики, да, и вот в то, с чего вы начали, то есть к предикторам ответа на иммунотерапию. Вот каково ваше, скажем так, экспертное мнение, что было бы лучше все-таки, оценивать ДНК-маркер, ну, скажем, общую мутационную нагрузку, или все же оценивать так широко публикуемую сейчас панель экспрессионных маркеров. Ну, вот, например, скажем, второй кластер ТЦГА плюс экспрессия ПДЛ-1, как предикторы ответа на тезолизума. Да, вот, что было бы, наверное, проще, лучше для клиники. Спасибо. Ну, помните, когда Шарикова спросил профессор Преображенский, кто вправ, Энгельс Великраусский, Шарикова совершенно спалензива, сказал, что он с собой не согласен. Я позволю себе ответить то же самое. Ни один из этих тестов абсолютно не готов для реального клинического клиники. Все эти кластеры, это вообще все-таки достаточно лутавая такая наука, потому что, вы смотрите, разные группы делают экспрессионные факторы. Они один и тот же эксперимент, и получают разные кластеры. Это мы говорим об исследовательских коллективах, которые работают на пределе возможностей. Это все-таки исследовательская наука. Соответственно, кластеры – это кабинетная наука, это все показала эволюция лечения раковолочной железы. Я помню, в дури вы, когда-то этузиасты говорили, что все, скоро будут одни проклили, поэтому они будут назначать лечение. Проклили существуют в 15 лет, покажите, где они влияют на лечение. Даже там нехорошо изучено. Я думаю, что плохие перспективы у иммунно-бистохимического теста, который сопровождает данный НИПИДР, потому что там очень сложная система оценки. Там оценивается оценка, экспрессия в опухолевых тестах, там оценивается экспрессия в детках иммунной системы. Если посчитать, как делается подобный оценка, шансы на воспроизводимость подобного теста, мне кажется, меньше, чем у других эмутационных тестов. Более того, экспрессионных тестов, более того, простите меня, я не верю в сложный этот тест-система. Тест-система должна быть простая. Тест-система должна быть простая. Это личное мнение. Опять же, отдаю себе прекрасно на счет, что этот тест будет зарегистрирован. Меня все, к сожалению, не может, мне хорошо. Это мнение. Мутационная нагрузка, но тоже абсолютно к этому не готова. Это надо делать, допустим, полное зонное зименирование. Это дорогой тест. Там тоже очень большая серая зона, где от инкупуляции от оператора зависит результат. Эта методика не в полной мере готова к активным срезам. То есть там стоит еще очень большой путь. Если говорить про перспективу, ну, например, пятилетию, мне кажется, появление теста по хроническому мутации через 5 лет в качестве, мне кажется, подобное теста ближе к клинической практике, нежели все остальное. Там, по крайней мере, хоть ошибиться сложно. Вот я с этим делаю, я одинаковый результат. Да, спасибо. На самом деле, абсолютно согласен. По крайней мере, те исследовательские коллективы, которые в течение где-то 5 лет приходили к нам в институт, да, в Москве, то вот их предложение по поводу, они поиспользуют ли у вас наши кластеры экспрессионные, да, они, в общем, менялись довольно часто. Кластеры эти были очень разные. И, в общем, мы пришли к тому же мнению. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Евгений Наумович, вот у меня такой вопрос, сейчас мы разговариваем о иммуногенетических исследованиях, о мулькогенетических исследованиях, касаемо лекарственного лечения. Но я задам, возможно, непопулярный вопрос. Как вы считаете, есть ли перспектива исследования маркеров в корреляции хирургического лечения? Я понимаю, что это может быть как-то грубо, но если есть профиль отрицательных определенных генов, мы знаем, что рак мучевого пузыря склонен к рецидивированию, есть методики лечения органосохранной хирургической, есть цистомеры легальные. На ваше мнение, есть ли будущее в прогнозировании молекулярно-гитнических маркеров для этого метода лечения? Спасибо. Еще Чершик сказал, что делать предсказания очень тяжело, особенно тяжело предсказывать все будущее. Так или иначе, я ссылаюсь на свой опыт работы в этой области, то, что происходит более или менее для всех опыли. Прогностические маркеры найти значительно легче, потому что, грубо говоря, есть рецидив, нет рецидива. Это очень простая конечная точка. Значительно сложнее оценить эффективность препарата. Поэтому работа прогностических маркеров в 10 и более раз больше, чем работ, которые пытаются подобрать лекарства. Я не припомню ни одного прогностического теста, который показался интуитивно полезным, и поэтому был внедрен в медицину. Опять же, мне очень понравился пример. Это как раз тот случай, когда кабинетные учебные пытаются убедить в своей нужности. Я не думаю, что у нас возникнет ситуация в обозримом будущем, когда вы, видя пациента, будете ему отказывать в хирургическом лечении на каком-то молекулярном маркере, или наоборот, в какой-то промежуточной ситуации его проводить. Я думаю, что тут клинические соображения, какая-то вера доминируют. Поэтому мне кажется, что история развития данной области, трансляционной алкологии, и здравый смысл подсказывает, что шансы на внедрение у тестов, которые помогают выбрать лекарства, на порядок больше, чем у тех тестов, которые влияют на нейрологическое лечение. Мы научим. А вот такой вопрос по поводу рака предстоятельной железы. Уже в Штатах стали промышленно производить маркеры прогноза как и по целесообразности биопсии, так и вообще вероятности более агрессивной тактики и метастазирования? Я с этим абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Но опять же, если почитать алгоритмы для использования этих маркеров, то там выясняется, что у них очень узкое поле применения, да и то, в общем-то, на усмотрение врача. То есть я понимаю, то есть я прекрасно понимаю вопрос, я соглашаюсь. Наверное, это первый пример использования этих маркеров. Но опять же сказать, в какой степени они не влияют на решение, и в какой степени они будут производить его, что тоже самое главное. Я думаю, что тут прогресс-то небольшой. Но они очень дорогие еще. Очень дорогие надо добавить. Ну и, честно говоря, нет такого ощущения, что они видоизменили подходы к хирургическому или лекарственному. Ну, пока да. Извините, пожалуйста, это все-таки попытки решить в частном порядке частные задачи. Нужна все-таки общая теория. Если масштабно подойти к этой проблемной задаче, хотелось бы от вас услышать, как можно повлиять на ситуацию через П-53, через теломиразу, что-то наподобие общей теории поля. Все-таки общая какая-то панорамная задача, масштабная. Как бы заставить раковую клетку замолчать через теломиразу? Общая, которая объединяет всех. Есть такая теория наподобие, о чем думал Эйнштейн за 30 лет? На самом-то деле над этим работают. Исходят из того, что вот эта гетерогенность молекулярных повреждений близка к бесконечности. Я ожидаю, что мы для каждого молекулярного портрета создадим отдельное лекарство. Это наивно, эта практика показывает, что это маловероятно. Поэтому многие специалисты говорят, давайте искать какие-то общие характеристики опухолевых клеток, которые являются универсальными и которые не требуют воздействия на конкретную молекулу. Ну, тут особых идей нет, чтобы взять рак и вылечить. Ну, допустим, то, что свежее появилось относительно недавно, то, что раковые клетки действительно имеют отличие в метаболизме от нормальных. И это в некотором контексте более универсальная мишень, нежели, допустим, мутации в гене P53 или в гене ретинобластомы. Попытки создавать специфические препараты для того же гена P53, где часто бывают мутации, ведутся в двух направлениях. Первое – это как из мутированного белка снова сделать нормальный, пытаются лекарство создать. И второе – как избирательно убивать клетку, в которой P53 мутация. Ни те, ни другие попытки пока не являются успешными. Спасибо. Джеймс Уотсон, Нобелевский лауреат, как раз и выдал эту мысль, о которой вы сейчас говорили. Все дело в метаболомике. Надо оставить все остальное. Попросил несколько миллиардов денег, правда, ему ничего не дали. Спасибо. Ну, я бы воздержался от каких-либо обобщений, потому что на самом-то деле у каждой точки зрения есть своя аргументация. Евгений Ильич, а я хотел спросить у вас, все-таки рак мочевого пузыря, он всегда индуцированный рак, или все-таки есть какое-то место случайной мутации? Нет, конечно, фактор случайности колоссален. Рак, фактор случайности, это, конечно, не всегда индуцированно. Конечно. И в этой связи все-таки генетическая диагностика, какой-то перспективы вы видите в этом, что мы сможем как-то находить эти мутации, стоимость, длительность, и лечить все-таки рак мочевого пузыря? Ну да, вот так или иначе. Вот пример с эверолимусом. Он мне нравится, потому что, допустим, если цисклатин просто проще дать и посмотреть, что будет, здесь-то тест мало информативен. А эверолимус просто так давать не будешь. Это, в общем-то, препараты, мало того, что нестандартные, но тоже с побочными эффектами. И вот там найти эти 9%, которые ответят, это техническая задача. Здесь не проблема, можно сегодня начинать это делать. Просто это стоимость высокая. Но, опять же, если это приводит к результату, то и слава богу. Ну и равно как и с эсплатином, мне вот с препаратами платины, мне не кажется это абсурдом. Даже вот этот тест RCC2 многое дает, а на самом-то деле там ситуация будет развиваться. Если мы заведомо будем знать, у кого есть шанс от платины, а у кого нету, то есть это уже совсем-совсем близко. Спасибо большое. Позвольте. Еще вопросы? Да, спасибо. Я вынужден извиниться. Мне надо бежать снова на секцию, где я выступаю в роли председателя. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. 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 Продолжение следует...